На часах 20.30 время кэба в студии Оксана Стопа. Здравствуйте! Чем запомнился этот четверг и как это было, расскажем прямо сейчас. И начнем с визита президента в Слободейский район. Там глава государства провел целый день. Проверил ход работ на стройках, посетил детские сады и дома культуры. А еще вместе с воспитанниками открыл новый корпус школы искусств в Первомайске. Занятия в новом зале. Этого события в школе искусств Первомайска ждали лет 60. А помогла программа к обложению. Открыли целый хореографический корпус. Рады преподаватели, родители и главное дети. Стало лучше покрытие, лучше танцевать. Интерьер поменялся, очень все классно. Современная вентиляция, комнаты для костюмов, оркестровый класс, галерея достижений, раздевалки и душевые. Я сам заканчивал когда-то музыкальную школу. И я абсолютно не жалею и понимаю важность именно этих пяти лет. Потому что дети прикасаются к прекрасному, наверное, в этом месте формирования характера, формирования личности. Отремонтировали в 2019-м и детский сад «Аленушка». Это уже в селе Ближний хутор. Президенту рассказывают, были времена, когда работали только летом из-за отсутствия отопления. А еще благодарили за открытие новой группы. Кстати, и разбитого асфальта тоже больше нет. Все подходы к игровым площадкам вымастили тротуарной плиткой. Остался лишь пищеблок. Цена вопроса – около 700 тысяч рублей. Оно устаревшее. Оно, конечно, рабочее, оно, конечно, функционирует. Но с учетом современных технологий, конечно, хотелось бы, чтобы оборудование хотя бы постепенно, частично обновлялось. Есть повод для радости и в детском саду села Коротное. Фасад не узнать. Заменили окна и двери. Владимировский дом культуры тоже расширяется. Здесь уже построили новенький корпус и отремонтировали кровлю. Остается зал и котельная. А какая квадратура у вас? У вас какая? Двухкомнатная. 53 и 5 квадратных метров. Ага, ну понятно. И как вы, смотрите, знаете, отлично. Да, очень. И комнаты большие. Достраивают в Слободзе и многоквартирный дом. Заброшен долгострой с 2002 года. В этом вошел в программу «Доступное жилье». И уже весной 2020-го местным жителям вручат ключи от 48 квартир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова